Приветствую дорогие друзья! После прошлого видео, где я показывал как я перематываю моторы я обмолвался, что собираюсь сделать коптер на легкой раме с возможностью полета 40-45 минут на моторах 2306 Моторы я подготовил, перемотав под 1150 кВ Изначально хотел сделать крестообразную раму на карбоновых трубках 8 мм с толщиной стенок 1 мм Но у крестообразной рамы есть один существенный недостаток Пропы в кадре А летать 45 минут и наблюдать как вращаются пропы в глазах я не собирался Посему было принято решение раздвинуть передние лучи и удлинить задние И раз уж я делаю раму, то спроектировал так, чтобы можно было бы использовать и 8-дюймовые пропы Коптер не планировался таскать в пишущую камеру Хотя и это не исключено Место позволяет Видео будет несколько От постройки рамы до настройки айнала Ну и конечно честные тесты с картинкой ОСД На данный момент я нашел только тест одного парня скорее Время зависания 55 минут На 7-х пропах На бетафлай Без статистики ОСД Но я реалист-практик Гонять на дальние дистанции без навигации не есть хорошо Так что вес и потребление периферии навигации скушает минут 10 полета Будем надеяться на лучшее Итак, приступим Для постройки, как я уже сказал, использовал трубки 8 мм толщиной Нам понадобится два куска по 150 мм 245 мм Дальше я напечатал шаблоны Одев на трубки, я разметил Тут я отпиливаю отрезным диском Использую бормашину, сделанную из мотора коллекторного Дальше фрезой, так называемой в народе кукуруза Очень хорошая фреза Отрезаю полукруглые детали Все это примеряем Дальше зашкурив все наждачкой Обезжириваем растворителем или ацетоном Тут я использую матрицу Распечатал матрицу, чтобы выставить всю соосность моторов Вот это парокладки Они одеваются на лучи И у них толщина с матрицей Одинаковая снизу Так что промахнуться в соосности очень тяжело На ровной плоскости, если все установить Для удобства работы я прихватываю все циокрином Так как он высыхает быстро И можно будет мгновенно использовать и наносить эпоксидный клей Уже без матрицы Дальше я все обмазываю эпоксидной смолой Нам понадобится Помного не разводите Понадобится Грамма по 3-2 Каждый раз разводите Много не надо Обмазываем стыки Заполняем все Пустоты, если они есть Но у меня получилось достаточно плотно Хорошо Так что просто наношу сверху Далее мне понадобилось нить из карбона Так как у меня и не было Я вытащил ее из сукна карбонового Пропитав изначально эпоксидной нить Я начинаю обматывать восьмеркой между лучами Эту операцию я провел 3 раза То есть я запустил 3 нити Она примерно Не примерно 30 сантиметров Длиной Повторюсь, я это проделал 3 раза Дальше все это Промазываем хорошо смолой Чтоб все Хорошо очень Пропиталось И отрезаю кусок Примерно сантиметр-полтора Шириной сукна Карбонового И начинаю так же обматывать восьмеркой Между лучами Работа не чистая Скажем так Грязноватая Но Пробов в перчатках Перчатки прилипали к эпоксидке Снял Руки протирал Потом ацетоном Теперь все это хорошо Хорошо Очень тщательно Пролазываем все Еще раз эпоксидкой Для усиления мест Стыка Я положил еще По кусочку Карбонового Карбона Пропитал Это смолой И чтобы все это закрепить Хорошо Еще раз Карбоновой нитью Промотал Вообще Карбоновая нить Продается отдельно Стоит довольно недорого Хотя И Карбоновая Ткань Тут понадобилась Я не знаю 30 сантиметров На 5 сантиметров Шириной Может даже меньше 3 сантиметра Так что В рекламных студиях Или в студиях По тюнингу Вы можете зайти И спросить Есть ли у них Наличие Могут вам дать Кусочек Теперь Посмотрев Что Смолы Немножко много Я Чтобы все Хорошо Плотно Обрежать И удалить Излишки Смолы Я решил Обмотать Это простой Ниткой ХБ Ниткой Все Промотал Плотно И убрал Лишнюю Смолу Потому что Лишняя Смола Сама по себе Толку В прочности Не дает Она Как связующий Армирующий Материал Ее лучше Убрать Она только Вес Прибавляет Вот тут Я вам Показал На Модель Я сделал Матрицы Матрицы Ну это Просто Скорее Я решил Попробовать Матрицы Я изначально Промазал Банальным Мылом Жидким Мылом Дав Просохнуть Чтоб К ней Не прилипла Смола В местах Возможных Пустот Я Добавил Карбона Вообще Матрица И Лучи У них Расстояние Прослойка В 2 Миллиметра По кругу Так что Мне Надо было Совсем Немного Матрицы Я в матрицу Положил Уже Скажем Лучи Так Собраны И Пропитываю Все это Хорошо Смолой На данном Этапе Мне надо было Просто залить Все Отлично Смолой Все лишнее Я бы Потом Убрал Вот тут Мы можем Наблюдать Что у меня Есть выступы В матрице На них Я планировал Закрепить Полетник И Стойки Забиваем Их Карбоном И Хорошо Хорошо Пропитываем Боксиркой Прямо Внутри Прокладываем По форме Альтра В другой Кусочек Карбона Закрываем Это все Сверху Второй Частью Матрицы Мы Изначально Все Пропитываем Вообще В этой работе Держите Растворитель Рядом Чтоб Постоянно Все Прочищать Работа Нечисто Нечисто Закрываем Протираем Протираем Не знаю Не знаю Что там Колокольчики Бубенцы Удачи вам Удачи Протираем Протираем